Всем привет! И в этом ролике я хочу поговорить про аниме, выходившее на канале Cartoon Network, Бакуган, который был моим любимым мультфильмом наряду с Бентеном, Гравити Фоллс и другими. И хоть оригинальный сериал и закончился в 2012 году, после его еще вышло два перезапуска, о которых я и буду говорить дальше. И, честно говоря, о последнем я узнал только, когда сел делать этот ролик. Но давайте сначала напомню вам суть оригинального сериала. Не сюжет, потому что, во-первых, это очень долго, а во-вторых, это будет лишним. Ну, в общем, было шесть миров, где жили Бакуганы. Но баланс их мира нарушился, на землю начали падать карты с Бакуганами. И главное, герои придумывают тактическую игру с их участием. Но есть люди, которые плохо обращаются с Бакуганами. Например, Маска, злодей первого сезона. Но я где-то половину третьего сезона в детстве посмотрел, а дальше мне что-то наскучило. И в конце авторы прям начали мудрить сюжетом конкретно. Самая интересная идея, что мне встречалось в сериале, это эволюция Бакуганов. Что-то подобное было и в Бентене. Что касается самих правил боя, то тут все несложно. Бакуганы на нашей планете могут существовать только в форме шариков. А для их открытия истинного облика они должны быть исключительно на специальном поле. Есть карты способностей для Бакуганов. Особые тактики, стратегии, как обхитрить противника. Даже когда твой Бакуган ну полный лох. И смотреть за всем этим действительно интересно. Правда, чем дальше шел сериал, тем сильнее условия боя менялись. Бои хоть и стали динамичнее, но тактический элемент стал куда слабее. Сериал был гиперпопулярный в свое время. Гениальный ход добавить в сериал игрушку, которую в реале несложно сделать. И она будет копией как в мульте один к одному. У меня даже был Бакуган Драго. Правда, я не знаю где он сейчас и скорее всего никогда не узнаю. Ну да ладно. Главные герои тоже были интересными. Моим любимым был Дэн Кузо. Как я думаю и у большинства. Хотя шум тоже был неплохим. Как я уже говорил, сериал закончился в 2012 году. И уже в 2018 выходил перезапуск с названием Бакуган Батл Планет. И я думаю, что многие сюжета данного перезапуска не знают. Так что я пройдусь о нем кратко. В общем, по сюжету на землю падает инопланетный корабль. Проходит 12 лет и трое детей Дэн, Уинтон и Лия. И их пес по кличке Молния захотели посмотреть на место крушения. Но происходит какой-то всплеск энергии. И герои обнаруживают Бакуганов разных стихий. Даже пес, который будет потом сражаться вместе со своим Бакуганом. Да. Правила боя также изменили. Теперь вместо карт на поле боя расположены плитки разных цветов. Которые в аниме называют сотами. Нужно подобрать соту со стихии своего Бакугана и бросить ему. И за счет этого он усиливается. Ну и как бы да, вот и все правила. В этой механике есть свои плюсы и минусы. И начну как раз с минусов. В такой схеме очень малый элемент тактики. Просто обнаружил плитку и бросил. И сам Бакуган при этом ничем не ограничен. Он может спокойно передвигаться на поле боя и сражаться. Тут больше такая тактика. Например, противник силен в ближнем бою. Поэтому Дэн говорит, чтобы драга взлетел и атаковал с воздуха. Второй минус. Здесь будет присутствовать элемент удачи. Ведь если повезет, то плитка с усилением будет прям под ногами. А может заспавниться в жопе и придется бежать до нее. И происходит такая ситуация. Я должен донести соту до драга. Теперь к плюсам. Бои и динамичные, и просты в понимании. В оригинале ты мог моргнуть или зевнуть не так. И ты уже не поймешь, почему исход боя такой. Здесь же можно следить за сражениями, особо не напрягаясь. Изначально у героев нет какой-то цели или задачи. Да, есть люди, которые плохо обращаются с Бакуганами. Как Магнус, считайте, что это тот же Маска. Но они просто изредка встречаются и бьются до полужизни. Но после они встречают Шуна и узнают, что есть какой-то подземный лабиринт. В котором можно усилить Бакуганов. То бишь место, где они эволюционируют. Дальше лабиринты узнают и злодеи. И вот от этого сюжет и будет плясать. Серии всего по 11 минут, а не по 22, как раньше. ХЗ, плюс это или минус. И еще одна особенность. Все Бакуганы теперь похожи на роботов. Типа по приколу. Насчет рисовки она мне нравится. Простая и на фоне других аниме хорошо выделяется. И по итогу получаем прикольный сериал, который можно посмотреть, если вам нечего поделать. Ну и на очереди у нас на данный момент последний перезапуск, который вышел в 2023 году. Бакуган Революция. Либо же Бакуган 2023. Как я уже говорил, о нем я узнал, когда захотел сделать данный ролик. Ну, в общем, сюжет такой. Экспериментальное оружие переносит Бакугана на землю. И они раскидываются по всей планете. И в этом перезапуске они очень любят сражаться друг с другом. Это их любимое занятие. В то время как в оригинале Бакуганы сражались из-за обстоятельств. И были мирными существами. И я ХЗ, плюс это или минус. Бакуганы могут находиться в трех формах. В привычных нам шариках, обычного размера и в боевом режиме. И в обычном режиме они могут находиться, когда только захотят. Они так могут ходить где угодно, работать, как это делал Драга в одной серии. Да и в принципе существовать. И по-моему, это большой минус. Ведь какой смысл им превращаться в форму шариков, если Бакуганы могут и ходить, и летать в обычном состоянии. В оригинале Бакуганы могли быть в своем истинном облике, только в специальном поле. И для этого им необходим был человек. Да, в перезапуске 18-го года они также могли ходить по земле без поля. Но для этого им все так же был необходим человек, чтобы он их запустил на арену. Ну, может я слишком прикопался к этому. Ведь если у Бакуганы и человека сильная связь, то они могут переходить в боевую форму. И прикол в том, что об этой фиче не знали как люди, так и сами Бакуганы. И в первой серии нам раскрывают эту функцию. И после этого открытия бои кардинально изменились. Теперь Бакуганов можно усиливать при помощи бонусов, которые появляются на поле. Но для его получения человеку необходимо пройти полосу препятствий. Кто быстрее и больше наберет бонусов, тот и улучшит Бакугана сильнее. А тот в свою очередь победит. Можно получить всего три вида бонуса. Скорость, силу и здоровье. И вся эта идея механика боя мне вообще не понравилась. Во-первых, стал больше элемент удачи. И теперь тут меньше тактики. Тут больше решает физподготовка бойца. А также зачем придумывать три вида бонуса, если тактика их использования не важна. Вот, например, случай. Противник с Бакуганом-паука заматывает другого паутиной. И какой бонус здесь поможет? Я сразу подумал, сила, типа паутина крепкая, нужно разорвать. Но нет, пополнение хп тоже нехило помогает. Окей, спасибо. Причем игрокам все равно, какой бонус сейчас на арене. Вне зависимости от его наполнения, все сразу бегут к нему. Но игрок все так же может командовать Бакуганом и говорит тактику нападения. Это норм. Теперь сюжет. В общем, все в мире играют Бакуганов. Пока два злых под контролем Бакугана не нападают на улицы города. И после такого случая все бои в мире запрещаются. И игроки не стали с этим мириться. Они создали подпольные арены, где и продолжают сражаться. Причем они разделяются не по стихиям, а по кланам Бакуганов. Их все так же шесть. Клан динозавров, клан драконов, водный клан, клан насекомых, птиц и млекопитающих. И Дэн за своей командой хочет создать новый, где кланы Бакуганов смешиваются. И назвал его клан изгоев. И по сути вокруг этого и вертится сюжет. Ну, если честно, мне этот перезапуск не сильно понравился. Даже рисовка какая-то странная. Особенно немного всратая 3D модельки Бакуганов. И я бы советовал его смотреть, ну если вы вот прям ярый фанат Бакуганов. Ну и что по итогу можно сказать. Я-то думал, что эта франшиза давно умерла. Но нет, она живее всех живых. И видимо, не собирается заканчиваться. И что-то мне подсказывает, что это еще не последний его перезапуск. А на этом у меня все. Если вам понравился данный ролик, то не забудь поставить свой лайк. А также напиши в комментах, сколько раз я сказал слово Бакуган. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok